В прошлый раз мы с вами, насколько я помню, окончили очень такой важный раздел учения о человеческой природе Иисуса Христа. Важен он в силу того, что даёт нам возможность правильного понимания и самого главного вопроса, если хотите, сущности, вероучительной сущности христианства. Речь идёт о жертве Христовой. Я вам привёл очень многочисленные высказывания святых отцов, и вы могли убедиться, что дело даже не только в их количестве, но и, главное, в силе той аргументации, которая присутствует в каждом из этих высказываний. И, повторяю, утверждение их совершенно единогласное, можно сказать. Некоторые другие точки зрения я вам приводил. Утверждение всех их сводится к чему? К тому, что Господь принял ту человеческую природу, которая возникла, или лучше сказать иначе, принял человеческую природу в том состоянии, которое она получила по грехопадении Адама. Но! Вот это я опять вас прошу обратить внимание. Ту природу, которой она стала после грехопадения Адама, но! В чём же да, в чём же но? Да в том, что действительно после грехопадения Адама, ту природу, которая образно в Библии названа так, что и Господь облёк первых людей кожаные ризы, то есть природа, которая стала смертной, тленной и негреховно-страстной. Это да! В чём заключается но? В том заключается, что Христос единственный из всех, кто был рождён на нашей бренной земле, был без родового греха. То есть без тех язв, тех болезней, тех недостатков, как телесных и душевных, так и духовных. Вот это очень важно! Он был без родового греха. Поэтому, помните, я вам приводил мысль святого святителя Григория Паламы о том, что он был единственным из рождённых, который не нёс на себе вот этих явлений. Это очень важно, друзья мои! Почему важно? Я просто считаю, необходим повторить это. Почему это очень важно? Потому что, когда человек рождается уже с соответствующими духовными болезнями, то они, эти болезни, они сказываются в человеке, начиная вот с самых, что называется, пелёнок. Так? Они уже действуют на него. И поведение его уже не вполне нормально, а может быть, даже и ненормально. маленький, ещё ничего не понимает, а у него рассмотрите, какие страсти! Уже настоящие страсти! До слёз! Какие капризы! И так далее. Вот они! Вот они! Следствие родового греха! Лучше сказать! Следствие грехов, предшествующего всего человеческого рода! И особенно, особенно это сказывается, передаются эти наследственные болезни от кого? От родителей. Я бы сказал так. Это очень, кстати, очень обратимая такая картина. В Библии мы находим, что упоминаются грехи родителей до третьего и четвёртого рода детей. Точно та же ситуация и обратно, скорее всего, особенно действуют на детей три-четыре поколения до. То есть, отец, родители, затем, ну, деды, затем прадеды. Вот это особенно. И ещё одно поколение. Три-четыре рода. Как сюда, так и в ту сторону. Это особенно, особенно серьёзно действует. Вот эти вот родовые болезни, наследственные вещи, вот эти грехи. И как они действуют? Действуют по-разному. Ещё хочу сказать. Совсем не значит, что если кто-то был убийцей, значит, обязательно дети будут или внуки будут убийцами. Дело совсем не в этом. Мы не знаем, что последует из той катастрофы, которая произошла во время столкновения машин. У человека удар. Так? Трагедия. Но на чём это отразится, этот удар? Мы не знаем на чём. На почке, на селезёнке, на печёнке, на сердце. Да, я понимаю эти образы. На голове отразится. В конце концов, на психике. Да, мы не знаем на чём. Мы не знаем эту внутреннюю механизму. Мы не знаем. Важно что? Для нас важно понимать, что этот удар, удар, он отразится. А куда он вылезет? Это вопрос уже другой. Та же самая суть-то в чём? Что все наши предшествующие предки, они, конечно, грешили. То есть, уязвляли свою душу, ранили её. Вот эти удары у них, эти были, разной, кстати, степени, разной силы. Недаром в церкви есть разделение грехов на грехи и смертные грехи. Особенно тяжкими последствиями обладают смертные грехи для души человека и для последующих родов. Особенно смертные грехи. Ещё раз вам повторяю, друзья мои, пожалуйста, проповедя, говорите это. Будете вот священниками, будете венчать. Говорите это обязательно. Это же серьёзнейшая вещь. Это просто долг совести это требует. Уж не говорю долг любви. Особенно смертные грехи тяжко действуют. Это всё равно, что сильный удар. Катастрофа. Когда от машины ничего не остаётся, человек, говорят, едва жив. Но потом выживает. Всё кажется нормально. А какое последствие, мы не знаем. Всякие бывают последствия. Так и смертный грех. Это сильный удар. По душе. По душе, прежде всего. Нас интересует именно духовная сторона. Мы о духовной стороне. Когда мы говорим о грехе, мы говорим о духовной стороне. Не о душевной и не о телесной. Это пусть занимаются этим медики, биологи. Это уже их дело. И, кстати, всегда в народе тоже смотрели. Если ненормальные кто-то, из этого рода не берут. Когда психика ненормальна. Опасно. Это просто опасно. Обязательно знакомились. Выясняли всё это. Узнавали. Но в данном случае я говорю, поскольку о родовом грехе, то я говорю о стороне духовной. Так вот. Значит, все мы в разной степени, но все мы повреждёнными рождаемся. Потому что все наши предки, все они грешили. И родители наши тоже. Правда, степень этого греха различная. Поэтому мы с вами и упоминали вот о предрождественских евангельских чтениях, когда перечисляются вот эти родословные, родословные перечисляются Иисуса Христа, Деву Марии. Почему? Это, оказывается, степень очень важна. Степень болезни, степень ран, которые наносилась. И с какой болезненностью поэтому та душа даёт жизнь другой душе. Напоминаю вам, мы с Макарией Великого не забыли? Потому что он говорит, что души детей рождаются откуда? От душ родителей. Родителей. Поэтому духовная степень здравости и болезненности душ родителей и предков до третьего-четвёртого рода в огромной степени определяет здравость и болезненность души ребёнка. Вот это надо, друзья мои, это чётко надо запомнить, это надо знать, об этом надо говорить, это надо проповедовать, чтобы знали это люди. Ещё раз повторяю, по долгу совести, по долгу любви надо об этом говорить. Так вот, Христос оказался единственным из людей все человек. Помните? Все человек. Великая фраза. Он был истинный человек, но единственный из тех, которые, будучи смертным, тленным, тленным и подверженным всем влиянием стихии, всем болезням и всем страданиям, в этом смысле страстным, так, оказался безродового греха. Это в высшей степени важно. Почему? Потому что он сказал, он есть истина, я есть истинная жизнь и путь. Мы все с вами, никто не можем быть полноценной истиной. Мы все больны, и всюду обязательно искривление происходит у нас. Как во время похода. Знаете? Идут, особенно по лесу, я это знаю хорошо. Прошло 5 минут, 10, в компас смотришь, уже не туда повернули. Незаметно. Так и мы. С вами. Христос есть истина в этом смысле полноценная, неукоризненная. И он мог проповедовать поэтому эту истину чистую, чистую, ибо сам был не повреждён духовно. Вот это очень, друзья, для нас важно. Важно и со стороны вот той полемики, которая велась и сейчас может вестись некоторые люди, просто не понимая этого, ну, не имея достаточных, что ли, знаний в этой области, смешивают первородный грех с родовым в одну кучу. И в результате, в результате тогда в этом смешении получается действительно картина страшная, когда мы скажем, что Христос имел в себе первородный грех, ах, значит, он имел в себе все страсти. Понимаете, это ужасно, конечно. Ошибка в чем? Что соединили в одно первородный грех с родовым. Вот так. Почему для нас теперь это важно в плане понимания жертвы Христовой? Я уже в прошлый раз, по-моему, уже вам сказал, да? Сказал о том, что есть разные интерпретации. Я просто напоминаю, друзья, как всегда, это очень важно для логики наших лекций, да, что, оказывается, есть два понимания жертвы. Помните, жертвы как умилостивление, как просьба о прощении грехов и жертва как жертва любви, которая совсем не связана с этими вещами. Это просто жертва любви и всё. Самопожертвование. Это очень важно нам для того, чтобы понять существо жертвы Христовой. Вот западное богословие, как мы уже с вами говорили, оно пошло по пути первого понимания жертвы. То есть, вот это иудео-языческого понимания жертвы, когда умилостивление божества. Поэтому приносились эти кровавые, кровавые жертвы. А вот второе это понимание, которое же налицо мы встречаем в жизни и тоже встречаем же нередко жертву любви. Мы же очень нередко встречаем, особенно во время военных действий. Особенно, возьмите, когда наша армия, наша русская армия, была действительно православной армией. Особенно часто мы там встречаем эту жертвенность. И до сих пор мы встречаем эту жертвенность, когда человек часто собою заслоняет друга, умирая, погибая сам. Это жертва любви. Это, если хотите, это самое ценное, самое благоуханное, если хотите, жертва. Так вот, когда мы говорим о жертве Христовой, то вот только только это понимание жертвы и даёт нам, даёт нам, раскрывает, если хотите, нам существо того, что совершил Господь Иисус Христос. Почему мы бесконечно Ему благодарны? Почему бесконечно Его словословим? Преклоняемся, благодарим, преклоняемся как? Не рабски преклоняемся, слышите? Забудьте это! Нет в христианстве рабства. Рабские преклоняются в иудео-язычестве. У нас это преклонение благоговения величайшего, благодарности величайшей. Слышите, почему падаем на колени? Почему проливаем слёзы? Это благодарность той любви, которая ради нас совершила такой подвиг. Вы слышите? Вот, оказывается, кому мы поклоняемся. Они как рабы! Многие не понимают этого. И когда неверно изъясняют эту жертву Христову, то, естественно, к нам говорят – вот вы рабы! Если хотите, мы рабы, то рабы любви, а не страха. Рабы благоговения и благодарения, а не боязни того, что сделает с нами Бог. Вот это очень важно помнить, друзья мои! Очень важно! Повторяю ещё раз, Бог есть абсолютная любовь, и никакие моления не могут сделать его большей любовью, чем он есть, поскольку он, повторяю, абсолютная любовь. Наши молитвы не Бога разжалобливают. Совсем нет! Наши молитвы, они наше сердце переделывают, потому что молитва есть акт нашей свободы, нашей воли, нашего благоговения. Она нам необходима, эта молитва, а не Богу! Итак, в чём же существо жертвы Христовой? Никто из людей не мог и не может сделать себя бессмертным, нетленным, бесстрастным. До недавнего времени вот эта моя фраза принималась бы абсолютно без какого-либо скепчиса. Сказали, ну, естественно, что мы можем сделать? Все цари умирали, обладая несметным богатством, ничего не могли сделать. До недавнего времени. Но сейчас мы приближаемся к таким рубежам развития научно-технического прогресса, когда уже эта мысль может быть встречена совершенно иначе. Сейчас предпринимаются уже в течение последних особенно десятилетий, а на самом деле с тех пор, как ну, когда Мендели открыл, это ещё, конечно, об этом ещё, может быть, не думали, а по крайней мере в течение уже нескольких десятков лет предпринимаются активнейшие усилия для того, чтобы проникнуть в генофонд, проникнуть в самую сердцевину человеческой природы. Цель, какова цель? Цель совершенно понятна. Если бы мы могли раскрыть тайны строения, тайны, я бы сказал, механизма старения, следовательно, механизма смерти, если бы мы могли, если бы мы могли достичь управления этим процессом, то мы бы достигли бессмертия. Идея основная именно такова. победить смертность, победить тленность. А насчёт страстности вам ответят очень по-своему тоже резонно. Ну, смотря что. С помощью науки можно достичь того, что мы можем излечить любые болезни, но, по крайней мере, надежды и мечты именно на это и направлены. Следовательно, в определённой степени мы можем достичь, кажется, и бесстрастности. Насчёт этого есть ещё первое и второе смертность и тленность. Ещё, допустим, допустим, да, вдруг с помощью науки будут побеждены, то в отношении страстности это полное неразумие, полное непонимание, я бы сказал, полная глупость. Интересно, с помощью каких манипуляций надо избавить человека от зависти, от тщеславия, от ревности и прочих всяких вещей. То есть, конечно, можно настолько переделать человеческую природу, что она превратится в какой-то механизм. Будет не человек, а, знаете, есть такое понятие киберг. То есть, это получеловек, полукомпьютер. Ну, не знаю, многие бы согласились стать таковым вместо человека. Но моя мысль какова? Что научно-технический прогресс идёт в направлении в том, чтобы победить это изначальное и самого страшное зло, самого страшного врага человека смерть. Уже говорят о том, что вот-вот возможно удастся продлить жизнь человека может лет на 50, на 100. Можете представить, какой это будет ажиотаж и ликование. Мне так кажется, что даже не достигнув вот той желанной цели, то есть, когда найдут ген, скажем так, смерти, по крайней мере, ген старости, так, даже не достигнув этого, будущий царь вселенной воспользуется тем, что достигнуто, плюс это же будет лжец, поймите, вот и надо передавать всем, это будет лжец, потому что это будет духовный сын отца лжи. Я говорю об антихристе, вам понятно? Так, наверняка будет заявлено о том, что смерть побеждена, наука достигла. Из каких истоков это исходит? Я же вам ещё раз говорю, дьявол всё время борется против всего того, что мы называем природой, естеством, ибо вся природа наша, всё сотворённое, это же есть не что иное, как отображение Бога в этой тварной реальности. Это, если хотите, образ Бога. Человек только преимущественно из всего тварного является Богом. И идёт борьба против Бога. Каким образом? Ну, Бога-то не достать? Бейте палкой по воздуху. Большой урон ему нанесём? Вот. Небольшой. Да. Вот. И так вот и здесь то же самое. Здесь то же самое. мы находим. Идёт борьба против всего этого. Спасибо. Вот это дьявольская сама по себе идея. И вот эта попытка через определённые средства или с помощью научно-технических средств преодолеть этот закон природы, противостоять и заявить в конечном счёте – мы и без тебя, Господи, достигнем бессмертия. Мы сами победим смерть. Никакого твоего нам не нужно. Никакой ни твоей жертвы, ни твоего воскресения. Понимаете, идея? Вот это безумное, безумное по своей гордыне вот эта идея, она присутствует вот здесь. И она будет использована в полную мощь. Я к чему это говорю? Пользуясь случаем. Слушайте, что человек отдаст за то, чтобы остаться в живых, когда к нему подойдут пистолеты? Всё отдаст. Правда? Вы теперь поймите, поймите теперь, перед чем стоит грядущее, может быть, нынешнее поколение. Перед альтернативой страшной, которую не имели в таком явном виде все предшествующие поколения. Он объявит, он, будучи царём вселенной, даст бессмертие, пообещая, будучи лжецом, независимо от того, достигнет наука или нет, обещает бессмертие всякому, кто примет его за Мессию, именно Мессию, за Царя, за Христа, за Бога. И это божество своё он докажет, чем дарует бессмертие. Побеждена смерть. может себе представить, сколько будет ироний, да, по поводу христианства и Христа. Христос победил смерть, и кто же с тех пор не умирает? Я победил смерть. Пожалуйста. Правда, что пожалуйста? Для того, чтобы увидеть это пожалуйста, надо прожить очень долго, и никто этого не увидит, и, возможно, что этого наука и не достигнет, но это будет наверняка использовано, как один из мощнейших, мощнейших рычагов, с помощью которого можно будет покорить человеческое сознание, вот, и победить таким образом его, и заставить поклониться дьяволу вместо Христа. Вот насчёт, значит, моя мысль какова, что никто из людей не мог победить ни смертности, ни тленности, ни этой странственности, то есть, никто не мог с себя снять эти кожаные ризы, в которые облёкся человек после греха падения. Никто! Представьте себе, а что пруку, что пруку от мимолетности жизни? Потому что не один раз я всегда, я повторяю это, прожили 20 лет, ну, заметили, как сон прошло, и всё. Прожил 60 лет, как сон прошло, и всё. Да, что-то такое там было, сны, грёзы. И точно так же пролетит всё прочее. Точно так же. Немного ума надо, чтобы понять это. Совершенно же ясно. Так вот, что пруку от этой жизни, если она кончается, что пруку мне от драгоценного бриллианта, который мне дадут подержать, потому что подержал? Хватит, холопчик! Тебе дали подержать, а ты думал, что это твоё. Жизнь это и есть, если хотите. Драгоценный бриллиант, драгоценнейший, но здесь, в этой нашей смертной плоти, он отнимается, безжалостно отнимается. Безжалостно для тех, кто цепляется за него, пытается не отдать. И напротив, как умирали святые, хор ангелов сопровождал это. С какой славой, с каким светом лицо Сесои великого просветилось, как солнце, когда он умирал. На него смотреть было невозможно. Так описывают его кончину. Вот, что происходило. Так вот, никто не мог, в чём суть жертвы Христовой. Сейчас я вам скажу, да, мысли святых отцов, зачитаю их, они очень интересны, и они все утверждают одну мысль. Причём, мысль отцов поразительна. Вся она сводится к чему? К самому существенному, что Христос своими страданиями, своей смертью и воскресением воссоздал, как они говорят, наше человеческое естество. В ком, где, что значит воссоздал естество? Вот мысль, которая, знаете, любопытна. Я учился в академии, всё слышал, воссоздал, воскресил, изменил. Причём, ну, где же, как же? Оказывается, в себе самом. Это поразительная вещь. Почему-то не говорили, я ничего понять не могу. Для меня до сих пор это загадка. В себе самом. Вот, оказывается, где он это совершил. Что он и в себе самом. Свою человечность, слышите? Ту человечность, те кожаные ризы, которые он добровольно взял на себя, эту смертность, тленность и страстность, которой он был подвержен в полной мере, в полной мере, это он всё изменил, это воссоздал, это смертью смерть попрал, изменил. Вот, оказывается, что он совершил. Свою человечность, свою человеческую природу, воспринятую им, он воскресил, потому что, это правильно, воскресил, потому что наше сейчас естество, какое? Смертное. Смерть только тлеет. Всё, родился человек, всё, и смертный процесс начал развиваться. Вы слышите? Смертный процесс же развивается же в нас и в конце концов заканчивается. Вот это убито было имя. В себе самом, то есть свою человечность он изменил. Победил, победил вот эти три, эти три смертность, тленность и страстность. Как победил? Через страдания. Вы понимаете, какие вещи? Через страдания. Это вообще поразительные вещи, которые мы находим. Ни о каком удовлетворении правосудию Божьей даже речь не идёт. Какое удовлетворение? Какая дикая вещь! Речь о фундаментальных, онтологических вещах, происходящих с природой человека. Вы слышите? Он, он-то, сущий. О самой сути человеческой природы. Вот о чём идёт речь. Вот что совершено. Какие основания для этого говорить у нас? Вопреки вот этой вот западной, и которая вошла затем в наши догматические пособия, это просто сущая беда, когда удовлетворение правосудию Божию, какое-то внешнеюридическое отношение с природой, с нашей произошло изменение. вот в чём спасение, вот почему спасите природу, где в себе. Итак, теперь основания. Основания теперь какие? Ну, я не знаю, стоит мне говорить вот это юридическое, вы, наверное, по догматическому богословию всё-таки, наверное, же проходите, но я вам приведу одно интересное рассуждение профессора Несмелого Казанской Духовной Академии. Попробуйте, я буду внимательно, медленно читать, чтобы вы поняли его мысль. Она очень интересная. Ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустит, что будто бы ради справедливого прощения своего обидчика он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало бы перенести его обидчику, и что будто лишь после этого наказания он может с правдой и любовью простить своего обидчика. Так он пишет по поводу юридической теории искупления. Трудно, правда? Сразу не осмыслишь. Оказывается, чтобы простить обидчики, я должен перенести всё наказание за него. Христос, чтобы простить людей, оказывается, должен перенести за них наказание. И только тогда уже можно простить этого человека. Он говорит, что это за недоумение? Откуда взяли такую дикую вещь? Не случайно Владимир Лоский писал, само понятие искупления носит чисто юридический характер. Это выкуп раба. Юридической является и тема посредника, крестом соединившего человека с Богом. Это значило бы создавать между Богом и человечеством недопустимые правовые отношения. но то, что эта мысль утверждается в наших учебниках, это вы уж знаете великолепно. Что же произошло? Каково положительное понимание этого вопроса? Начну с самого, пожалуй, существенного. Послание к евреям. Ибо надлежало чтобы тот с большой буквы тот для которого все и от которого все приводящего многих сынов в славу речь о Боге о Боге отце вождя спасения их людей вождя с большой буквы конечно к сожалению у нас написано с маленькой буквы даже. Вообще русский перевод Нового Завета знаю почему не берутся за него. Комиссия компетентная комиссия должна быть. Столько там прям не знаю недочётов просто беда. Вождя спасения их речь о Христе же вождя спасения их совершил через страдания. Евреям 2 глава 10 стих. Если бы вы мне кто в сочинении написали такую фразу я бы жирным красным подчеркнул написал бы язык. Не умеете писать по-русски. Как это вождя спасения их совершил через страдания. Совершил через страдания. Что это такое? Кто так пишет? Слово совершил мы что понимаем? Сделал. Совершить сделаем. вот вам русский перевод. Нельзя так писать? Нельзя. Почему написали? Объясняю. Почему написали? в греческом тексте то есть подлиннике с которой это переводится стоит глагол телеосе. Телеосе. Так? Что это значит? Глагол телеосе. Слово телео означает вот посмотрите словарь увидите означает доводить до конца заканчивать доводить до совершенства делать совершенным и именно этот смысл вы найдете очень очень во многих местах в том же послании к евреям это просто несколько один за другим тексты которые говорят именно об этом что оказывается телеосе в данном случае что значит? означало что вождя спасения их надо было переводить вождя спасения их надо было написать сделал совершенным через страдания скажите у кого поднимется рука? что через страдания Христос стал совершенным трогнула рука переводчика и написали бессмысленное с точки языка слово совершил а почему? потому что эти переводчики все были воспитаны все знали все знали то что написано в наших догматических учебниках что Христос был абсолютное совершенство и его же нечего было совершать забыли о том что доумолкнут утверждающие помните я вам приводил как Афанасия Великого доумолкнут утверждающие что естество Христово было бессмертным по естеству с восклицательным знаком уже с негодованием значит уже тогда раздавались эти мысли Христос как человек был смертным тленным и неукоризно страстным что совершилось Христос был совершенным в духовно-нравственном смысле глядит князь мира сего и во мне не имеет ничего кто обличит меня во грехе я есть путь истинной и жизнь оказывается оказывается естество же природа то его была какова смертные тленные страстные и вот вот в чем совершение оказывается тот для которого все от которого все то есть Бог Бог по отношению к его человеческой природе совершил через страдания кого его Христа мы видим его воскресшим каким видим в природе человеческой бессмертной нетленной бесстрастной вот что совершено это великие слова хорошо не вот есть оказывается послание к евреям и затем это еще повторяется эта мысль неоднократно да эта мысль повторяется потому что она она открывает нам тайну жертвы Христовой через страдания какие еще страдания так произошло страдание до смерти до смерти и этой смертью убита смерть и тление и страстность вот в чем вот в чем дело Григорий Богослов так и пишет главное одно мое совершение он говорит о человеке не лично а совершение да воссоздание и возвращение к первому Адаму видите какие тут значит вещи мы усматриваем первое что страдания совершили Христа человека то есть сделали его совершенным во вторых что необходимо страдание оказывается для этого совершенствования для совершения не просто так а необходимо страдание обратите кстати внимание на паразитную вещь вот вы проходите историю религий и там касаетесь конечно же вопроса вопроса аскезы во всех религиях в разной форме ну по крайней мере в тех которые не деградировали уже до безобразного состояния мы находим аскетический элемент у человека где-то интуитивно под сознанием существует вот эта вот сама мысль что без аскезы без подвига то есть без 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 добровольного взятия на себя определенных определенных я бы сказал ограничений и даже страданий так невозможно достичь совершенства даже в этой жизни посмотрите как-то меня вез один один с какой-то лекции водитель он оказывается был в сборной сборной России по сборной в целой сборной на олимпийской команде и вот он мне порассказал боже мой какие страдания приходится перенести этим людям что чтобы достичь уровня уровня мирового мирового уровня он говорил какой ужас что дойти в состояние уже удается немногим сердце во-первых прежде всего не уносит потому что нагрузки настолько колоссальные что нужно иметь какое-то уж не знаю сердце чтобы вынести это вот эти бегуны борцы да штангисты да боксеры и так далее невероятные нагрузки и поэтому уже остаются буквально вот эти единицы которые доходят до нужного уровня потому что нагрузки сейчас уже предельные буквально предельные уже нагрузки для человеческой природы всюду сквозит одна и та же идея невозможно достичь ничего не подвязаясь невозможно это принцип обратите внимание когда ученики не смогли изгнать бесы помните бесновато что христос им сказал сей рот изгоняется молитвою и постом слышите как это для нас неприятно вот молитва это пожалуйста пожалуйста я прочитаю любую молитву сколько угодно молитву еще окроплю вас так что только держитесь это пожалуйста а подвиг принять на себя подвиг подвязаться о это дело другое я могу подвязаться знаете как однажды была статья в жм и п такой есть три журнала такие есть вот там о новом аскетизме это давно давно я прочитал с восторгом просто оказывается новый аскетизм в чем состоит в том чтобы участвовать конференции выступать в дискуссиях писать доклады совершать обязательно бывают там культурные развлекательные программы там хорошие столы бывают общество очень приятное бывает вот и так знаете так приятен новый аскетизм я просто воспрянул думаю ну я аскет уже слава богу все таки не фунт изюма красота какая вот этот аскетизм это мне по душе а вот тот который там проповедует воздержание чрева это вообще убийство любезнейшего и лукавого владыку ограничивать это же просто немыслимое дело да это не по нам кстати протестантизм вы знаете в 16 столетии почему было величайшее ликование врагов христианства когда возник протестантизм были навесены удары по самым узловым точкам долой подвиг долой монашество долой пост да долой аскезу как таковую без всякого труда оказывается я уже в объятиях божиих я поверил что христос спаситель все в порядке все мне все грехи прощены слышите не только прошлое настоящее но и будущее это просто красота великолепно никакого труда не надо нанесен был удар по принципиальному совсем месту что вы как только вы сказали слово религия если там есть еще осталось что-то положительное в этой религии вы сказали подвиг аскеза там где нет воздержания нет религии это принцип вечный принцип и поэтому если хотите разрушить религию уничтожьте само понятие об аскетизме уж не говорю не говорю осуществление этого аскетизма все религии не будет это и было сделано в этом в этом плане протестантизм он еще глубже опустился по сравнению с католицизмом еще глубже погряз вот эту пучину мира с и десятиричным так вот значит вот в чем дело жертвы христовой вот суть совершил вождя спасения их прошу вас запомнить это вождя спасения их совершил телеосе через страдания евреям 2.10 произошло воссоздание человеческой природы кожаные ризы сброшены дебилость уничтожена и мы видим какова истинная природа человеческая для нее не существует не существует уже никаких пространственных никаких материальных преград не существует уже она приносит только радость не случайно первые слова христа которые сказали радуйтесь и дальше пронизано этим был нанесен под корень удар под самый корень вот этой вот вот этой дебелости человеческого естества почему как мы об этом будем с вами говорить но пока пока скажу только одно у апостола христос назван новым адамом вторым адамом адам кто тот от которого начинается род человеческий христос назван этим новым адамом то есть тем от которого начинается новый род человеческий вы слышите кем назван от него и как от ветхого адама начался ветхий род всех нас так оказывается и от нового адама начинается новое поколение людей эти люди именуются христианами но если от ветхого адама мы рождаемся стихийно помимо нашего сознания нашей воли наше участие без нас то от нового адама человек может родиться действительно может родиться только сознательно сознательно с пониманием с желанием с волей почему Господь и сказал кто веру имеет и крестится спасен будет этими словами нанесён если хотите ещё один удар по языческому мировосприятию по языческому восприятию Бога видите какое дело не сказал же кто просто крестится спасен будет или просто кто веру имеет спасен будет в лютеранском протестантском смысле не сказал же достаточно совершить священное действие кто веру имеет а под верой он прямо сказал меня любит тот кто исполняет заповеди мои то есть здесь уже новое человечество первым из которых первенец из мертвых слышите первенец из мертвых назван христос как оно что это за род каким оно будет это те это те которые которые сознательно понимаете разумно волевым образом примут его его понимание жизни примут его понимание то есть то которое христос говорит его понимание истины смысла жизни и так далее сознательно примет вы слышите и постарается насколько это только возможно идти по этому пути вот кто станет каким образом просто примет просто уверует говорит нет креститься оказывается оказывается есть еще нечто нечто что необходимо человеку что же это такое апостол павел церковь называет телом христов каким телом христовым вот тем вот новым воссозданным телом христовым апостол павел христиан называет как членами тела христов понимаете членами тела христово это же интереснейшие вещи какие и вот оказывается оказывается что человек может стать членом тела Христова каким образом? Через веру, то есть сознательное принятие христианства и приобщение церкви, которое совершается в таинстве, в частности, крещения. Но об этом мы ещё с вами поговорим более подробно. А сейчас я, чтобы не быть голословным, приведу вам кое-какие, по-моему, интересные мысли отцов, как они понимали жертву Христову, что совершил Господь на кресте. Конечно, их очень много, но я думаю, что из многого, может быть, останется что-то малое, и это уже будет хорошо, хотя бы. Из многого – малое. Но я не могу не зачитать, потому что настолько это важно, и настолько их мысли ясны, чётки, и все они говорят об одном и том же, главное – самую суть. Я выбрал именно то, что говорит самую суть, потому что очень часто у святых отцов мы находим, вы же знаете, многообразных выражений, вы же знаете, именно образных выражений, сравнений, метафорических высказываний, да, а здесь именно они говорят по существу, да, именно самую суть, что совершил Христос. Вот, и начну, может быть, с Ренеи Леонского, самого такого древнего отца. Итак, один Бог – Отец и один Христос Иисус Господь наш, имеющий прийти ко всеобщему устроению и всё восстанавливающий в себе. Во всём же есть и человек – создание Божие. Поэтому и человека, восстанавливая в себе самом, слово стало человеком, всё восстанавливая в себе. Я читаю «восстанавливая», но перевод немножко старый, тут всё написано «восстанавляя». Но, по-моему, «восстанавляя» сейчас так не говорят же, кажется, да? «Восстанавливая». Василий Великий «Ибо это главное в спасительном домостроительстве во плоти – привести человеческое естество в единение с самим собою и со Спасителем и, истребив лукавое рассечение, восстановить первобытное единство». Он утверждает, как и все святые отцы, утверждают, что... Вот, может быть, я о ней говорил, и, кстати, будет очень важно сказать. Дело вот в чём, что вот этот родовой, то, что мы называем с вами родовым грехом, что он делает с нами? Он рассекает, понимаете, наше естество, как выражается тот же Василий Великий, на тысячи частей. По существу речь идёт о чём? О рассечении нашего духа, души и тела. Рассечении этой тройственности, которая присутствует в природе человека. Ум прямо говорит – вот, что надо делать. Ум говорит? Говорит. Ясно? Ясно. А сердце влечётся к другому. Это искушение. А тело вообще плюёт на того и на другого. Вот тебе на! Щука, рак да лебедь. И человек воссы ныне там и остаётся. Ум в одну сторону, сердце в другую, тело в третью. А каждый из них ещё сколько там всякой всячины. Вы понимаете, что происходит-то в человеке? Вследствие это чего? Вследствие покорения, добровольного покорения человека страстям своим. Когда он не борется с ними, они развиваются, и каждый тащит в свою сторону. Например, воздержание может бороться с тщеславием и тщеславией тут же. И кажется, и аскетизм, и тщеславие. Я могу воздерживаться по разным причинам. Правда? Могу воздерживаться ради действительно подвига. А могу воздерживаться, чтобы показать, вы видите, какой я. Не так, как вы. Насколько я лучше? Ради человеку годия, ради тщеславия, ради фарисейства. Вы знаете, что страсти часто борются между собою? Вы слышите? Между собою борются страсти. И какая-то из них даже побеждает в человеке. Одна, другая приходит, другой приходится смиряться. Вы понимаете, почему Василий Великий говорит на тысячи частей? Страсти между собою борются. Вот в чём дело-то! тщеславие и объедение. Ух, какая идёт борьба! Да, чревоугодие! Вот оно, что происходит! Щука, рак и лебедь! Вот, что в нас присутствует! Вот оно, как себя проявляет этот родовой грех! Вот эти страсти рассекают нас и распыляют наше сознание, наше чувство! Совершенно распыляют в разные стороны! И человек, который звучит гордо, оказывается, не с места в болоте. Засел – и всё! И там сидит! Я пользуюсь просто высказывания святого Васильевика, чтобы объяснить вам, что такое восстановить первобытное единство! Как же оно восстанавливается? Мы в прошлом на семестре с вами говорили, но я напомню, ещё немножко просто напомню, да. Как же оно восстанавливается? На определённой ступени правильной духовной жизни – ну, что такое правильная духовная жизнь, вы теперь все знаете, просто великолепно, это я уверен уже! правильной духовной жизни, правильной молитвы, не мечтательной, а правильной, ещё раз подчёркиваю, происходит особый духовный акт. С человеком совершается нечто, о чём мы можем говорить, но, увы, не знаем это. Происходит, это утверждают отцы решительно, происходит соединение ума с сердцем. Ума с сердцем происходит соединение. Мы с вами даже и не знаем об этом, потому что не знаем ни умной молитвы, ни сердечной молитвы, ни того, ни другое. Вы-то, ладно, хоть семинарию и кончаете, только ещё не знаете. Вы ещё в академии, вы там узнаете, конечно, и у вас соединится ум с сердцем, ещё как, да, ещё только держись. Профессора вот не знают, вот это удивительно уже. То есть не все профессора, а только один профессор, да, не знает, другие-то знают наверняка. Происходит удивительный акт, причём акт какого рода, ещё раз говорю, благодатный акт. Причём отцы предупреждают, поскольку это факт известный, то строго-настрого предупреждают, не вздумая человек искусственно попытаться соединить ум с сердцем. Не вздумая человек низвести ум в сердце сам, напряжением своего ума, своей психики, своей воли. Если ты будешь это делать, всё, ты погубишь себя. Понимаете, какие серьёзные вещи? Ни в коем случае нельзя этого делать. Многие, не знающие это, и услыхав о том, что ум может быть в сердце и оттуда возносить молитву, начинают искусственно искать это место сердечное и туда низводить свой ум. Кончается это бесовской прелестью. Предупреждаю вас это просто заранее об этом. Ну, правда, мы с вами этим не будем заниматься, Господи, да? Зачем нам там умно-сердечная молитва? Правда же? Мы без неё обойдёмся с вами. Мы и так хороши. Да. Так вот, я говорю о чём? Василий Великий говорит, что восстановить первобытное единство. Какие слова? Сразу и не поймёшь, в чём дело. А оказывается, при правильной духовной жизни происходит воссоединение ума с сердцем и тело, и само тело тогда присоединяется к этому. И тело восстанавливается вот это первобытное триединство, я бы сказал. Посмотрите, как тело. Вон Мария Египетская. Время молитвы вдруг поднялась даже. Это факт совсем не единичный. Вы слышите? Когда тело уже действительно одухотворяется, оно ещё не становится духовным окончательно. Но посмотрите, даже в этом состоянии ещё плотяности, но уже настолько одухотворяется, что проходит через... По воде идёт даже и не тонет. Поднимается над землёй. И эти вещи, это естественные вещи, естественные для человека. Вот. Это не фантазии. Вот что такое? Восстанавливается первобытное единство. Я просто воспользуюсь этим случаем, чтобы прокомментировать. Это очень интересный факт. Святитель Григорий Низкий. Мы называем тайной Господа по плоти, тайной Господа по плоти, то, что неизменяемый является в изменяемом, чтобы, изменив и притворив зло, вторгшиеся в изменяемую природу, и истребить грех, уничтожив в себе самом. Афанасий Великий. Поскольку естество человеческое претерпело изменения, понятно, какое изменение, оделась в кожаные ризы, оставило правду, возлюбило беззаконие, единородный сделался человеком, чтобы в себе самом, исправив сие, внушить естеству человеческому, любить правду и ненавидеть беззаконие. Понимаете? Всё время подчёркивают. Кирилл Александрийский. А кроме того, ещё, благолепно возбуждались во Христе человеческие состояния, чтобы побеждённую силою слово с большой буквы превращались с преобразованием природы с преобразованием природы в первом Христе. С преобразованием природы, то есть сначала первым, ком, Христе, в некое лучшее состояние. Таким именно образом, вы слышите, подчёркиваю, «А не иначе образ исцеления мог перейти и на нас, ибо во Христе, как начатке, как начале, природа человека возводилась в обновлении жизни». Вы слышите, в ком? Природа человека в обновлении жизни, во Христе, как начатке. «В нём и сверхприродные приобрели мы, почему и вторым Адамом назван в Божественных Писаниях». Святой Иоанн Дамаскин он потому, что уделил нам лучшее, и мы не сохранили, принимает худшее, разумея наше естество, для того, чтобы через себя и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию». Видите, как? «Чрез себя и в себе». Всё время подчёркивается. Максим Исповедник. «Чтобы, совершенно истощив в себе пагубный яд их злобы, как то истощает огонь, полностью уничтожить его в естестве человеческом и совлечь с себя во время крестной смерти начала и власти». Начало и то, что господствует над нами вот в этом повреждённом состоянии. Он же говорит, он был не просто человек, но Бог, очеловечившийся для того, чтобы через себя и в себе обновить естество человеческое и соделать его общником Божьего естества. Вы подумайте! Всюду просто печенье такое, что они друг у друга списывали. Если бы я проверял их сочинение, мне бы дали, я бы двойку поставил тут же. Списывают явно. Все одно и то же. В самом себе, через себя и в себе. Это что ж такое? Нет, надо сделать перерыв, иначе это нельзя уже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!